В соответствии с вашим желанием, с желанием вашего подсознания, с желанием вашей души, вы можете творить. Вот на тонком плане, если чувствуете, что с кем-то не ладится, нет взаимопонимания. Просто идёте на тонкий план, это очень просто. Вы садитесь, расслабляетесь, понимаете, это «делай, как я» называется. То есть я же тоже, это не сразу приходит. Это определённый этап очищения собственной энергосферы, для того, чтобы начало приходить, распаковываться понимание себя. Вся информация заложена внутри. Она не где-то хранится, в библиотеке Ивана Грозного. Где библиотека Ивана Грозного? Самая главная его библиотека – это в ДНК Ивана Грозного. Есть информация, записанная в кристаллы, для того, чтобы передать кому-то. Их нужно считать с кристалла. Есть информация, в которую можно считать с сознания какого-то дерева. Вот стоит огромное-огромное старое дерево, какой-то дуб. Он видел очень-очень много. Если вам интересно, вы можете его спросить. Но нужно настроиться на его волну, чтобы воспринять эту информацию. Это нужно подсеркновентировать, потрудиться, постараться. Это не сразу получается. Несколько раз. Чем больше, тем лучше. И они так благодарны людям. Они же ведь воспринимают, они имеют сознание. И они, это их опыт, они нарабатывают себе опыт души. Они пока в коллективном сознании растений, вот допустим, да. Но у них есть индивидуализированное сознание. У них несколько зачаточных состояний. Так же, как наши клетки. Каждая из них обладает сознанием. Вы богиня собственной вселенной. Вы даете жизнь той вселенной, которая называется ваше тело. И каждая из клеточек вашего организма воспринимает вас, как своего бога. Вы для них солнце лучезарное. Вы дарите им любовь. Либо не дарите свою любовь. Одно из двух. Понимаете, вы можете их игнорировать, вы можете их любить и своим вниманием направлять им свет своей любви. Это и есть исцеление. Исцеление сверху донизу, во всех проекциях. Целостность. Понимаете, исцеление себя – это осознание собственной целостности со всем мирозданием. Вы есть свет. Энергия светосознания. Энергия сознания – свет. Свет осознаёт себя, взаимодействуя с тьмой. Так или иначе. Да. Потому что без тьмы, без материи невозможно прохождение опыта в аватаре. Материя – это сгущённая энергия. Стабилизированная энергия. Вся таблица Менделеева возникла тогда, когда вот эти кванты света, отдельные частички света, были сгущены настолько, что стабилизированы. Потому что ни протон, ни электрон, нет ни одной фотографии. Их сфотографировать невозможно. Электрон не есть частица. Электрон – это волна. Но это волна, заключенная на самую себя. Это тор. Это энергетический тор. И всё. То есть мы состоим из энергии. Даже наше тело. А наше сознание, наша мысль, энергия мысли – это самая высокочастотная и самая высокоскоростная энергия во Вселенной. И ядро. Почему называется ядро сознания? Потому что это ядерный реактор сознания. Бесконечный. Почему паразитов так много вокруг нас, им нужна наша энергия? У них её нет. И поэтому возникают все эти кражи, торги, возникают все эти контракты, возникает всё. Понимаете, само по себе слово «контракт». Представьте, вы светосознание, которое способно, так же, как и я, пойти в любой момент времени, перепроверить и изменить всё, что угодно. Увидеть своими глазами, что происходит на самом деле. В любой точке времени и пространстве. Можно вас обмануть? Нет, невозможно. Рано или поздно же узнаешь об этом, и можно отменить. Конечно. Естественно. То есть, получается, что свет не может обмануть свет. Нам нужны контракты. Нам нужны финансы. Что есть финансы? Давайте. Я как специалист со специалистом. Скажу вам, как художник художнику. Художник художнику. Скажем вам, как художник художнику. Что есть вообще финансы? Это на определенном этапе порабощения этой планеты и светосознаний, проживающих здесь в забытии, на определенном этапе тёмные творцы придумали некий аналог, некую фикцию, на которую обменивают частицы наших душ. Торг. Торг, выгода, финансы, эталон, аналог. Понимаете, вот эквивалент, денежный эквивалент чего-то. Чего? Что есть финансы вообще? Если наша Вселенная изобильна, если мы способны созидать, притягивать свою жизнь, понимаете, и созидать нечто. Представляете, а здесь мы играем в игру, где мы испытываем нехватку чего-то. Да что-то отнимают, нам что-то не додают. Весело. Да. Представляете? Я с этой точки зрения не рассуждала. Ну вот смотрите, были разные-разные способы порабощения. Самый-самый изощренний. Это когда человек сам идет в рабство, подписывает контракт, который называется трудовой договор, в котором он обязан то-то, 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 то-то. И всю свою жизнь проживает, как, не знаю, как винтик в какой-то паровой машине, которая безостановочно вертится. Потому что я вот еще, я еще где-то год назад, да, год назад я еще бегала на работу, потом сказала, все, хватит, я уже просто не могу в этой системе, вот просто не могу. Я ушла на пенсию. Я ушла на пенсию и ежедневно я просто дала себе возможность дальше развиваться в том, что мне интересно, познавать. Я ходила в Акаши, я проверяла свои прежние воплощения земные, я переигрывала их, принимала какие-то иные решения для того, чтобы как-то высветлялся сегодняшний день. А высветляя сегодняшний день, мы высветляем всю историю человечества, понимаете? Это не может быть отдельно одно от другого. И если когда-то я, будучи в воплощении, а у меня какие-то они почему-то, не знаю, какие-то были значительные, какие-то очень ответственные почему-то были. Вот, ну, были совершенно незаметные такие проходные, но были такие, ну, очень, ну, как же так? И я вот смотрю, вот там не то решение, там, ну, там, войну кому-то объявила, там, еще что-то, сколько людей погубило, сколько... Вместо того, чтобы люди жили и радовались, я там, налогами кого-то, ну, такое... В этом же мире самая неприглядная участь ждет тех, кто власть придержащая. Ну, это да. От кого больше зависит, с того больше я защищусь. Вот у меня были такие воплощения, куда пришлось идти, и идти не единожды. И переигрывать, и проживать для того, чтобы вот те души, которые воплощались тогда, чтобы они в этом времени, в этом моменте, здесь, сейчас, почувствовали некое облегчение, понимаете? Да. Вот она, работа света. Через себя, через осознание себя, через исправление своих каких-то, пусть ошибок или каких-то темных дел, поступков, черт. Вот. Как бы это сказать? Высветлять пространство настолько, чтобы остальным, кто нас окружает, было просторнее жить и идти. Ну, наверное, мы полетели. Да. Потому что говорить я могу очень долго, мне самой интересно. Все, вы выключаете микрофон, и я погружаюсь. Хорошо. Да, Виктория, я размораживаю ситуацию. Проверяю еще раз энергосферу. Есть программы, которые обусловлены генетикой нашей, измененной, искаженной. Но это мы сейчас поправим. Да, все в порядке. Я предлагаю сейчас Виктории проследовать со мной, если она этого хочет. По потоку времени в те времена, когда... Она мне показывает, еще раз напоминает, говорит, мы же там были. Нет, мы были не совсем там, Виктория. Мы были там, где уже был корабль, который на тебя что-то излучал. А, да. Поэтому я предлагаю тебе пройти по потоку времени в тот момент, когда наша Вселенная была свободна, гармонична и целостна. И в ней отсутствовало понятие опасность или враг. Да, говорит, идем. Ну, она очень решительно входит в поток. Угу. Ложится просто на спине. Да, поток сам отнесет тебя. Позволь своей душе. Она знает и помнит. Позволь ей самой отвести тебя в эту точку времени и пространства. Угу. Да, вот прибыли. Я сейчас спрашиваю Викторию за пределами твоей энергосферы. Просканирую, соответствует ли Вселенная моему описанию. Да, в полной мере соответствует, как ты ощущаешь эту Вселенную. Она говорит, благостно и блаженно. Я не знаю разницы между этими словами. А, говорит, это текущая гармония. Но это не она говорит, она мне показывает образом. Она мне показывает поток. Мне сложно даже определить, что это поток линий света. Прорастающий вот такой. Либо это звук так течет. То есть это, видимо, за пределами восприятия. Мы же воспринимаем по отдельности. Вот отдельное тактильное ощущение, отдельно зрительный образ, отдельно слуховой. А тут вот как-то оно все вместе, и оно как прорастает. Вот так красиво. Это и есть гармония. Да. Согласованный танец света приходит. Хорошо. Я предлагаю сейчас Виктории наполниться, если она хочет, этими энергиями первозданной чистоты и гармонии. Да, она ее как будто вдыхает в себя и увеличивается в размерах, и становится более рельефной, что ли. Вот эта ее многослойность, она как будто делает вдох. И этот вот и сияет ярче, вот как будто каждая частичка, каждый фрагмент ее проекцией наполняется. Она говорит, энергия жизни и любви. Угу, хорошо. Теперь я предлагаю Виктории сделать скрин своего ДНК. Естественного, изначального, эфирного ДНК. То есть всех тонкоплановых ДНК. Всех вот этих нитей, всех спиралей. Да, она это делает. Семь тонкоплановых спиралей она делает копию. Или больше. Она говорит, восьмая, девятая не повреждены. Только семь нижних. И тем не менее, ты сделай-ка все. Да, соглашаюсь. Угу. Да. Угу. Одиннадцать копий она делает. И я предлагаю возвратиться обратно в момент здесь и сейчас, где мы проводим наш сеанс на один, два, три. Она очень нехотя, но вот мы прибыли уже на место. Да, я предлагаю сейчас Виктории просканировать свое ДНК, имеющееся на сегодняшний день. Сравнить с эталоном, который принесла из того времени. Да. И исторгнуть из себя все искажения, все мутации, все включения, все ущемления, которые были внесены в последующем. Когда наши тела подверглись, когда наши аватары подверглись этим искажениям темных творцов. Да, она это делает. Вот так интересно выглядит. Как будто вот так вот просматривает список, список, список. Так, вот, нет, достает и так. Но визуализация такая, достает, как пинцетом, вышвыривает, правильно вставляет. А как книгопечатник вот работал бы, вот текст, и вот эти буковки раз, неправильно, раз, вынимает, вставляет. Такая визуализация будет. Хорошо, я понимаю, что эта работа не одного дня, но процесс уже запущен. И поэтому я возвращусь, когда Виктория завершит эту работу. Один, два, три. Да, работа завершена. Стоять, и улыбается. Здорово. Хорошо. А сейчас давай-ка мы с тобой еще проверим, вот что. Ты мне покажешь сейчас все свои проекции. Начиная с ментальной проекции и глупи в плотность. Угу, все она меня поняла. И попутно, давай ты сканируешь и я сканирую. Убираем все оставшиеся застрявшие программы, установки, которые не соответствуют тебе теперешней. Она говорит, я уже почти все вышвырнула. Программу вышвырнула. Угу, энергию преобразовала. Хорошо. То есть ментальные тела. Так, астральное тело, эмоции. Давай с эмоциями поработаем. Эмоциональные блоки и зажимы. Да, давай сверху, донизу. Да, и привнесенные в буддхическом теле тоже из прежних воплощений. Давай все это выравниваем. Все искажения убираем. Очищаем, фильтруем, перемодулируем. И дополняем всю твою астральную проекцию свободно текущими энергиями радости и счастья. Свободы. Да, давай спускаемся дальше и смотрим твою эфирную проекцию. Это энергетическая копия физического тела. И когда в сеансе я говорю о том, что мы смотрим печень, мы смотрим на энергетическую копию печени. Когда приводится в порядок энергетика органа, естественным образом физика подтягивается. Как наши тела сотворялись тонкого плана, так и исцелять их можно с тонкого плана. Силы, мысли, самоисцеление. Не кого-то исцелять, а самого себя. Да, хорошо. Тогда проверяем твою энергетику. Во-первых, давай энергетический столб весь просканируй. Нужны ли тебе эти распорки и эти пространства, карманы между тонкими телами. Ты можешь сейчас это все изъять и схлопнуть. Да, сделала. Естественно, идет разделение на чакры без прерывания и без внедрения в тонкие тела всех этих сеточек, на которые интерференты подвешивали свои импланты. И по которым проводили импульсы своих воздействий. Да, убрала. Наполнись энергией полностью по свете. Я хочу посмотреть, какая ты целостная, твоя энергетическая сфера. Ну вот, вот, теперь ты сияешь так, что мне это уже нравится. Хорошо. А то, конечно, беленькая, беленькая. А сияние где? Она говорит, что если энергия не течет свободно, то сияние быть не может. Свет будет тусклым. Да, согласна. Итак. Это мы сделали. Проверяю все чакры. Да, коронная чакра свободна. Больше 90% активность. Хорошо. Так, шестая чакра. Здесь всего 61%, поэтому я предлагаю сейчас произвести калибровку третьего глаза. Убери все энергии, которые мешают это сделать, все это выравнивание произвести. Давай из зоны головного мозга все лобные доли почистить надо. Височные доли, затылочную часть. Средний мозг идет. Средний мозг. Давай. Так, очищай все эти народные энергии. Можешь сразу аннигилировать вот так на ладони. Прям раз и сгорело. Да. Она это уже умеет. Очень легко вспомнила. Так, что еще? Давай посмотрим еще раз на глазки. Программы воздействия нет, но энергетика еще осталась. Поэтому ты сейчас можешь выравнивать все так, как это должно быть в соответствии с физическим ДНК. Да, она делает. Сейчас считывает информацию и производит выравнивание. Напитала энергией. И органы слуха тоже не забудь. Органы слуха. Тоже энергетика убирая излишки. Что это такое? Да, тоже до стола сожгла. Хорошо. А баняние, вкусовые рецепторы. Она настолько взаимосвязана, что сказать вкусовые рецепторы чудесно. Тут тебе и нервная система. Тут тебе и пищеварительная система. Настолько все в комплексе. Я не перестаю удивляться, как у нас врачи умудряются быть узкими специалистами. Так, сделала. Хорошо. Давай мы с тобой вот еще что сделаем. Давай мы с тобой посмотрим эндокринную систему. Хотя нет, по чакрам пойдем дальше. Все, мы уже отвлеклись. Так. Шестую чакру поправила сейчас? Да, поправила. И больше 80% активно чакра. Она говорит, остальное достигается упражнениями. Согласна. Во всяком случае, блокировок не осталось. Если только сама не захочешь себе их поставить. Мы как творцы способны установить себе любую преграду. Мы как тот комсомол, который создает в себе препятствия, а потом успешно их преодолевает. Это про нас. Так, давай горловая чакра. Да, импланты все сняты. И горловая чакра. Да, есть энергии подавленных эмоций, проглоченных эмоций. Вот оно так и идет, как ком в горле. Какие-то запреты, собственные зажимы, запреты высказать то, что чувствуешь. Запрет в себе. На проявление в себе. Ну, такая маленькая индивидуальная тюрьма. Зачем мы живем, если в себя не проявляем загадка? Почему мы сразу начинаем быть себе судьей? Еще до того, как проявили, что бы то ни было. Ой! Я испытала такую эмоцию, я не имею права кому-то испортить настроение. А то, что эта эмоция вспыхнула не на ровном месте, это уже не важно. Мы боимся кому-то навредить. И вот, кстати, всплывает в памяти вопрос. Я его хочу задать сейчас Виктории. Скажи мне, Виктория, истинно ли, что те негативные посылы, которые ты мысленно адресовала своему супругу, послужили поводом, причиной, либо как-то содействовали тому инсульту, который перенес Валера? Да или нет? Она на меня так голову, брови вскинула, такое удивление с ее стороны. Имеет ли какое-то отношение то, что переживала Виктория, то, что ты переживала тогда рациональная часть с тем заболеванием, серией заболеваний, которые произошли, совпали по времени. Это совпадение? Да. Вот она говорит. Инсульт только проявляется неожиданно. Это его проявление неожиданно для человека. предвестники, то есть этот процесс подготавливался заранее, значительно заранее. Это был сигнал ему, то есть еще до инсульта, звенели звоночки, когда он мог бы отреагировать и пересмотреть свое отношение к себе и к окружающему миру. Это было предусмотрено, это программно, так я понимаю. Это было предусмотрено контрактом? Да, полное подтверждение. Это было предусмотрено контрактом. То есть это случилось бы чуть раньше, чуть позже. Но интерференты все это сложили воедино и улучшили момент, когда подогрели эмоциональную сферу Виктории в момент, когда это совпало. Да. Только и все. Остался еще где-то след какой-то вины. Я виновна во всем, что происходит в этом мире. Есть такое? Нет, говорит, уже переформатировала. Хорошо. Я, говорит, не думала, что ты спросишь. Мы же уже это проехали. Ну вот для рациональной части, может быть, важно было это знать. Я спросила. Хорошо. И так. Да, горловую чакру освободила, раскрутила, напитала энергиями. Ну вот, теперь Виктория готова говорить и петь обо всем, что чувствует, обо всем, что видит, обо всем, что слышит. Переходим к сердечной чакре. Я вот энергию считываю. Вот такая вот энергетика, знаете, как образно, большое израненное сердце. Исцели. И напитай сразу сердечко свою энергию. Поддержи его. Да, изыми всю негативную энергетику и свою чакру также. Все, освободи от этих энергий и раскрути до комфортного состояния. Угу. Да. Сделала. Третью чакру переходим. Ну, здесь тоже самоблокировочка стоит. Вот как уровень какой-то. Показывает мне вроде строительного уровня. Вот так вот держать баланс. И прямо жидкость такая вот там переливается в трубочке. Держать баланс. Интересно так, держать баланс между предками и потомками. Сама себе такую программку поставила. Да. А без этой программки не справляешься? Смеются. Нужна программка. Вот она сейчас. Она сейчас буквально вот так вот воздушным поцелуем посылает любовь всем своим близким. Вот так. Напоминает о родовом древе. Да. Она говорит, что это-то и лучший способ балансировать все взаимоотношения. Смотреть с позиции любви. Сейчас, секунду. Не всепрощающий, но мудрый. Да. Хорошо. Дальше. Третья чакра. Вот. Еще вижу блокировка идет. Опять же. Затормаживает так. Как будто где-то цепляет вот так вот. Бросить это как будто цепляет что-то. Что это? Да. Блокировка реализации себя. И идет привязка к первой чакре. То есть сама себя заблокировала третью, поставила в зависимости от первой. И вот это подтормаживает такой крючок. От первой чакры вот такой. Она подтормаживает. Что это? Покажи мне. Что она делала для чего? Делать необходимое ради хлеба насущного. Твоя программа? Нет. И кто же тебе ее подарил? Когда? Да. Да. Плечами пожимает мама. Ну, маме ты уже почти все вернула. Поэтому эту программу можешь просто перемодулировать. Как она теперь будет называться? Если хочешь, если тебе нужна какая-то программа. Нет. Она говорит, я ее по ветру раздрел. Она такая, фу, все, нет, уничтожила по ветру. Я говорю, я позволяю себе творить. Она говорит, пребывая в гармонии со всей Вселенной, пребывая в гармонии со своей душой, человек не может остаться без куска хлеба. Вселенная этого не допустит. Дальше идем. Вторая чакра. Здесь тоже идет, идет две сдерживающие. Сейчас, секундочку, я не помню сейчас. И я перепроверю. А, все, там все сделано. Почему не пришло в голову? А потому что это, видимо, связано. Это некая блокировка на... Все, я поняла, что это такое. Это... Вот, я вижу, что это. Это пребывание проекции нерожденного мальчика и перее... Сейчас, секундочку, я уточню все-таки, потому что этот вопрос существовал. Я просто... Ну, я уже вижу ответ, но я переспрошу. Сейчас является ли Георгий воплощением той души, которая не была рождена ранее и была... Да, и был праздником. Да или нет? Нет. Нет, это не он. Так, хорошо. Здесь нам понятно. Но все-таки вот эта блокировка, она была связана именно с этой конструкцией мысленной, да? Да. Когда эта душа наделялась... Ну вот, на нее изливались, помимо воли, вот эта программа вины, чувства вины. Я проверила, некротической энергии не было и нет, она не повлияла. А вот... Сейчас. А вот в конструкции мысли, они как раз соорудили эту блокировку. Как это отразилось на сознании или на пребывании Георгия. Ну, после уже вопло... Ну, вот как во время уже воплощения, где-то в возрасте 4-5 лет. Вот эту информацию считал, да? А до этого, в утробе мамы, нет. То есть он ее не принимал. Она к нему не имела отношения до определенного возраста. И я просто вижу мальчика где-то 4-5 лет, так ли это? Меньше, меньше. Он, наверное, рослый мальчик. Поменьше, до 4-х. И каким образом ему удалось считать эту информацию? Ну, он считал программу с подсознанием мамы. Слышал что-то вербально в это время или нет? Вот на физике что-то спровоцировало, то, что он и слышал. Вот, у него было недоумение, почему он 3-й. где 2-й и кто 2-й. И кто 2-й. в этом возрасте? Говорит, что да. То есть он недосчитался. И это ему было непонятно в то время. А что за блокировка тогда? Ну, вот опять же, это все от чувства вины, потому что, вот опять же, этот момент, и ребенок обращается, ребенок не понимает, и объяснить ему нет возможности. Вот все это, ком в горле. Вот эти эмоции. Программа воспоминаний. Ребенок ее считывает. И вот это, опять же, чувство вины, опять, и все это, все это. И сама завязывает вот такой огроменный узел. Прям клубок. Клубок. И вот просто вижу, что трубы, яичники, все это перемотано, перемотано, перемотано таким вот образом. Решила себя обвинить и в том, что у Георгия проблема со здоровьем, да? Но я считала еще раз, и я попрошу сейчас Викторию пригласить Георгия. Да, Георгий здесь. Ответишь на мой вопрос? Да, Грит, отвечу. Скажи-ка мне, пожалуйста, позволишь ли поработать с тобой для тебя, буквально совсем немножко просканировать хотя бы? Да ладно, говорит, смотрите. Хорошо. Благодарю. Я считываю сейчас, есть ли некротическая энергия в энергосфере Георгия. Да или нет? Нет, ее нет. Я хочу считать сейчас энергосферу. Предусмотрены ли контрактом вот эти множественные патологии развития внутриутробного? Да, предусмотрены контрактом. Еще секундочку. Предусмотрены, спрашиваю ли Виктория, предусмотрены ли были контрактом твои вот эти переживания, твоим контрактом были предусмотрены твои переживания по поводу нездоровья твоего сына, да или нет? Да. Всего лишь контракты интерферентов. И одна и другая душа поставила свою подпись, согласилась по той или иной причине. Это выбор души. Это согласие души на определенные воздействия и определенного качества взаимодействия. Хорошо. Георгий, хочешь что-нибудь сказать маме? Говорит, мам, да не переживай ты так. Все же хорошо. Ты вечно суетишься больше, чем надо. Хотел уйти, я его остановила. А самое главное скажешь? Ага, да. Подходит, обнимает. Мамочка, люблю тебя. Больше всех на свете. В щечку, в левую щечку поцеловалу. Угу, уходит. Так, отстраняюсь. Так, мы заканчиваем проверять чекру. Да, все блокировки вины перед кем бы то ни было. Давай, все дружно, выдергивай. Доставай, не нужны уже. Целая гирлянда, хватит. Поиграли в погремушки и хватит. Все, уничтожила. Прокачай вторую чакру. Эта энергия успешности всей твоей семьи. Когда она разблокирована, тогда успешен твой муж и успешны твои дети. Это происходит даже помимо твоих мыслей ума. Ты их любишь. Ты их любишь. И этот ядерный реактор из второй чакры дает им основу, дает им точку опоры, с которой они могут стартовать в большую жизнь, в окружающий мир и достигать своих успехов. Когда твоя вторая чакра заблокирована, возникают преграды на их путях. У них недостаточно потенциала для преодоления неких материальных трудностей. Рвение есть, желание есть, любовь к делу есть, творческий порыв есть, а операция не на что. Естественная опора твоих мужчин и особенно мужа. Это работающая, естественным образом работающая твоя вторая чакра. Ну и четвертая, естественно, тоже. Дающая. Ну и шестая, естественно, тоже. Почему мужчина первый, женщина вторая? Первая чакра мужчины, дающая. Вторая женщина, дающая. Третья. Мужчина, дающая. Дающая безопасность, защиту. Дающая вот как бы вот эту сферу, сферу присутствия в большом социуме. Затем вот четвертая, женская, дающая мужчины, принимающая. Да, у мужчины пятая, дающая. Когда работает хорошо, он действительно, он готов, он харизматичен, он впечатляющий, он готов покорить весь мир. Ради своей любимой женщины, ради своей семьи и ради себя самого в первую очередь. Чтобы состояться, он готов это делать. И он это делает. Он делает это вовне. А мужчины, которые не подпитаны женской энергией и не могут сделать это вовне, возвращаются домой в семью и начинают тренировать свою пятую чакру на своей семье. Проявлять свою домашнюю харизму. Вот эти соответствия энергетические. Да, женская, шестая, дающая у женщины, развитая интуиция. Женщина чувствует тонкий план. Это не означает, что она должна все, что увидела на тонком плане или предчувствии, куда поделиться с мужем. Она должна просто сбалансировать, выровнять в соответствии со своим видением все, что происходит в ее энергосфере, в ее сфере пребывания. Ей подсказывает интуиция, что пора сменить занавески. Значит, она идет и меняет. Ей подсказывает интуиция, то есть ее видение тонкое. Я как минимум говорю интуиция. Как минимум. Подсказывает ей там голос совести, что нужно... Вот где-то накосячила. Нужно ж признаться. Или не нужно признаться. Или нужно признаться. Как лучше, как будет душа спокойнее. Так и поступи. Все что угодно. Через голос души, через голос совести. Через голос интуиции. Вот этот дар предвидения. Билеты надо взять на 23 число. Ты знаешь, 23... Вот что-то мне оно не нравится, это 23 число. Давай лучше еще один денек пособираем чемодан и поедем в 24. Это женская интуиция. Ее даже объяснять не надо. Она срабатывает. У мужчин этого нет. Точнее, есть, но не так ярко выражено. И редко работает на пользу всей семьи. Ну, а седьмая чакра, это, да, связь с первоисточником. У обоих. Так, хорошо. Со второй мы разобрались. Теперь переходим в первая чакра. Убираем все последствия, все страхи. Все до единого. Страх завтрашнего дня. Страх не справиться. Страх заболеть. Страх боли. Страх страдания. Страх потерять. Вот самое главное. Страх потери. Убирай. Мы не можем потерять друг друга. Почему нам раньше об этом не говорили? Сколько романов и грустных песен написаны на эту тему, но мы уже не способны потерять друг друга. Когда мы осознаем, что наша жизнь не конечна, она улыбается, говорит, точно. Все, выдергивай все страхи отовсюду и уничтожай. Наполни себя уверенностью в себе. Самыми позитивными намерениями и ожиданиями. Ожидания вообще можешь выключить. Твои позитивные намерения, как магнит, притянут позитивное событие. Да, именно так работает, как магнит. Хорошо. Да, все сделала. Давай перейдем к физике опять же. Эндокринная система Тимус. Так, почистила, активировала, вдохнула энергию и прокачала по всем энергоканалам. Да. Давай еще раз все железы головного мозга, третий глаз. Да работает уже, работает. Пристала, да так. Да работает уже. Хорошо, там все почистила. Хорошо, щитовидная железа. Немного устала, но ничего, ничего. Напитала энергией. Выравнила так. Дальше идем. Поджелудочная железа. Да, убираю вот эту энергетику, вдавливающую ее, блокирующую. Да, убираю ее все. Можешь сразу аннигилировать. Сделала. Напитай своей энергией. Освободи, прокачай. Да. Все клеточки. Программа реставрации, реанимации, воскрешения. И сразу давай на почечники посмотрим, потому что, когда один из органов пасует, другой вынужден в эндогринной системе, другой вынужден работать в неслойственном себе режиме. Да. Все очистила. Такая какая-то слизистая такая энергия на надпочечниках была. С чем сравнить? Светло-коричневая, тягучая, скользкая. Собираю это все. Да, аннигилировала. Хорошо. Теперь давай пройдем по системам. Опорно-двигательный аппарат, косточки черепа, атлант. Давай позвоночник весь вытянула, поставила в соответствии с предусмотренным. предусмотренным. Поправила крестец, скобчик, тазовые кости. Проверь крайне-сакральный ритм. Движение ликвара. Есть? Есть. Хорошо. Сделано. Теперь давай дальше посмотрим все суставы, косточки, верхние конечности. до пальчиков, до ноготочков. Просветила, сбалансировала. Да, давай сразу конечности, сразу мягкие ткани и кожу. Наверное, так неправильно будет. Все-таки мягкие ткани. Мягкие ткани можно, а кожу лучше отдельно. Хорошо. Все, я поняла. Это я советую с уже стоящими своими проекциями. Хорошо. Да, ребрышки, все эти разверни ключицы. Да. Каждую, каждую косточку лопаточки поправь. Я говорю, у меня, у меня чувствую, даже тело двигается, потому что вот я вижу, я зеркалю. Как там происходит движение, я зеркалю тут. Наблюдаю, вроде бы, тоже двигаюсь. Удивительно. Хорошо. Нижние конечности. Тазобедренные суставы, коленные суставы, и стопы, особенно стопы, давай голеностопные суставы, вплоть до каждого пальчика. Хорошо. Так, это мы сделали. Давай нервную систему, теперь посмотрим и центральную нервную систему, периферическую, лимбическую систему. Мы уже заглядывали, но тем не менее. Да, восстановление родной связи. Да. Так, и вплоть до каждого, каждого нервного окончания и до каждого рецептора сделала. Так, А давай-ка вот продышим твой иммунитет. Мы эндокринную систему проверяли, нервную проверили, систему, тонкие тела обравнивали. Давай вот целостно, покажи мне иммунитет целостно. Есть какой-то образ, который я могу увидеть? шутишь? Она не показывает образ младенца. Шутишь? То есть это и есть эталон иммунитета? Да. Так и есть. Ну, вот этот эталон тогда, Белиза эталон, я устанавливаю программу на омоложение организма. Да, говорит, установила. Хорошо. Хорошо. Так, переходим. Давай дыхательную систему все посмотрим. Носоглотка. Трахея, бронхи легкие, вычищает какая-то вирусная флора, что-то вот остатки какие-то вычищает и почему я смотрю на левое легкое. Да, какие-то последствия какая-то энергия такая темная, серая. Да, извлекаю ее. Так, правая. Тоже есть немного. Также извлекает все накачала своей энергией света. Сделала. Так, сердечко мы уже заглядывали. Давай еще разочек. Сердечко проверь, восстанови саму сердечную мышцу, все артерии, вены, всю сердечесосудистую систему. прожги, прочистю кровь от силовирусного присутствия, от всех несоответствий. Выравниваем. Угу, сделала. Так, хорошо. Теперь переходим в селезенка. Да, все чисто. Вся лимфатическая система. Давай. Да, все лимфатические узлы, цистерны, все сосуды. Да, прожигает. Угу. Да, везде я вижу. Угу. Сделано. Теперь мы перейдем. Давай-ка посмотрим пищеварительный тракт. Накачать энергией. Да, костную ткань тоже лишней не будет. Крепи. Зубки, челюсти, суставы, вообще лицевые все. Угу. косточки и мышцы черепа. Связочки. Сделано заодно. Так, идем пищевод. Глубка пишет пищевод. Желудок. Есть зеленоватая энергетика, убирая ее. Это ну, мне идет как предвестник гастрита, что ли. Это же все наши нервы и стрессы. Когда физики доходят, когда начинается, это все равно с энергии. Какая-то энергия блокирует, затормаживается где-то и начинается процесс воздействия уже на физические клетки и органы. Убрала. Дальше смотрим. Дай 12-перстная кишка. Обратим внимание еще на печень. напитала энергией и еще раз желчевыводящие пути. Да, прям вспышкой света туда направила, чтобы желчь раз как разжижение, чтобы произошло. дальше. Тонкий кишечник. Прожигает все, наполняет энергией, выравнивает микрофлору. Толстый кишечник. Да, вычищается, наполняет энергиями и на выход. Хорошо, давай посмотрим мочевую систему левая почка. Что с ней так? песочек, 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 Мы убираем эту энергетику, накачиваем светом, ничего там собираться всяким песочком. Растворяем песочки. Одной своей мыслью раз, и растворяем. И вторая пачка. Да, здесь все чисто. Так, мочиточники, мочевой пузырь, вычищает энергии какие-то со стенок. Ну, опять же, это либо последствия каких-то перенесенных, там, простуд, циститов, вот, оно прижилось и ждет случая, когда ослабнет иммунитет, чтобы выпрыгнуть, как чертик из табакерки. паразитарный фон надо убирать и уретра. Да, все прочистила, наполнила энергией. Так, половая система яичники. Коричневатая энергия налево. Да, коричневатая. Ну, считывается, как энергия угасания, но гормонально это им зачем угасать? Ну, как тела придумали. Как только женщина выходит из детородного возраста, по их мнению, интерферентов, у нее должна почему-то угаснуть, должна угаснуть почему-то функция выработки гормонов. Что за чушь? Поддерживать организм и иммунитет мы за счет чего должны? так до восстанавливает она убирает эту энергию, восстанавливает энергетику яичников, просвечивает трубы, тело, матки, шейку и влагалище все вычищает и наполняет энергией. Теперь мы обратим внимание на кожу до всему телу. Вспыхни и наполни все ее светом. Просканируй и излики и сторни из себя весь паразитарный фон, где бы он ни находился. вспыхни и пускай высыплется все, что не соответствует твоему ДНК. Все паразитарные включения, вторжения. Раз, два, три. Да. Все, а теперь можешь собрать это ментальным пылесосом и аннигилировать. Сделано. Да, речь идет просто обо всех паразитарных сознаниях, потому что они реально сознание, что бактерии, что гельминты, что грибы. Ну и вирусы туда же, конечно, эти конструкции тоже. Не знаю, почему-то пришло. Глупые они глупые, может быть, они глупые, но зато в отличие от человека они знают, как им жить, как им устроиться в жизни. А вот человек так и не научился знать, что ему на самом деле нужно. А они знают. Они селятся, где хотят, размножаются, мало того, подсказывают воплощенному человеку со спящим сознанием, чего ему скушать и когда ему лечь спать, чтобы угодить их колоннами. Такое тоже возможно. И, кстати, бывает часто. Так, ну что, на полке тогда энергия света свои волосики. Еще раз ноготочки. Добавим блеску в глазах. Да, мы завершились физикой и это прекрасно. Предлагаю сейчас Витории, если она хочет, призвать своих любимых дорогих людей, что вы передаете информацию о своем освобождении. Ну вот, я не знала, кого она позовет, говорит, мама. Хорошо. сестра. Ну, сестра. давай мы позовем ее отдельно, она уже среди ушедших. Да, конечно, говорит. Ну, с позиции души это как бы хорошо. Счеловоплощен. Ну, Георгий здесь, Андрея зовет, ему же зовет, Валерия. Еще кого-то говорит, я всем оставлю информацию в информационном поле. для всех желающих ее получить. Да, хорошо так говорилось. Да, она изготавливает такие. Покажи, как ты это делаешь. Она как будто сплетает каким-то узорчиком, как макраме, так интересно. Такой бантик делает. Угу. Да, она как-то упаковывает так красиво. На самом деле в виде сердечка открыточка такая, типа Валентинки. Но как-то перевязана очень красивой такой ленточкой. Угу. Да, вот она. Почему-то мужу сначала дает. Вот мужу вручает. Да, он распаковывает, принимает информацию. Она мне говорит, я говорит, туда вложила любовь, поэтому перевязала. То есть информация, как открыточка этого Валентинка, да? Говорит, я вложила туда свою любовь. вот. Вот. Да, принял. Андрей. Да, тоже принял, причем с готовностью очень прям четко. Распаковал сразу полностью. Георгий. Да, говорит, далеко не отходил, я в курсе. Тем не менее. да, он принимает информацию. Мама, Ира. Да, говорит, сегодня особенный день. День всегда особенный, момент здесь и сейчас, он всегда особенный. хорошо мы это сделали, все, отпускает она всех, теперь призывает свою младшую сестру Елену. Елена, один, два, три. Да, она здесь. за ручки вот так. Виктория вот так ручки к ней протянула, она подбежала, так ручки положила свои. Ну, младшенькая, она так выглядит. И проекции сейчас разные, очень она вот, то есть она выглядит иначе, она тускло выглядит. По сравнению с Викторией она очень тускло выглядит. вот сейчас Виктория меньше становится, смотрит на нее, обнимает. Елена, здравствуй. Да какое уж тут здоровье. Самое настоящее. Ну, здравствуй, говорит. Поговорим? Отчего бы нет? Скажи мне, Елена, ты в настоящее время свободна после выхода из земного воплощения? Нет. Ты намерена идти еще в одно земное воплощение? Она говорит, говорят, должна. Кому должна? Кому ты задолжала? сжимает плечами. Я, говорит, не справилась. А с чем ты не справилась и кто тебя осудил на то, что ты должна? Покажешь мне их. Как поворачивается, показывает рукой там. Ну, хорошо, я поняла, где они. Давай-ка, я попрошу тебя отвлечься от них, отвлечься от сестреечки. Давно не виделись? Да нет, говорит, виделись недавно. Я-то видела, а она нет. То есть, ты приходишь, навещаешь ей, а как же? Хорошо, я поняла. А вот теперь отвлекись от этого повествования и от всего, что тебя окружает. И от того, что ты должна. Если ты говоришь, что ты должна, ответь мне на вопрос, кто ты? Загляни в себя, кто есть ты? Что есть ты? Как выглядит твоя истинная суть? Загляни и скажи мне, пожалуйста. Да. Ну и кто ты, Елена? Свет. Она так резко с себя эти оболочки сбрасывает сейчас. О, у нее такое окружение началось. Все, она просто вот елой вот так вот по пространству, по всему рабочему пространству. Елена, 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 Елена. Да, говорит, ладно, все, остановилась. Оно смертьем вот так вот пронеслась прямо. Кто ты есть? Елена, ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Я свет, я бесконечный свет. Да, сейчас я вижу, что ты свободна, ты яркая. И ты действительно светишь, ты сбросила все это. Ты можешь все, что сбросила, сжечь. Да, говорит, я знаю. А, вот, сожгла. Хорошо. Я хочу спросить, Елена, кто там такие, кто тебя удерживал? Хочешь ли ты посмотреть на них незамыленным, незашуренным взглядом? Да. Ну, тогда пойдем. Виктория, пойдешь с нами? Да. Все, тогда мы втроем отправляемся в единосливим. Да, она показывает такое сумрачное пространство. Я хочу определить. Да, потолок есть и пол есть. Но это как бы идет не потолок, пол, а ограничение пространства. то есть ни вниз, ни вверх вынырнуть нет возможности. Есть возможность перемещаться в определенный туннель, туннель определенный, по нему есть возможность перемещаться от этого места, где содержится душа, до планеты, до поверхности планеты и обратно. и больше никак. Вот туннель. Так, и где они, призови-ка их, кто такие? Сейчас я посмотрю. Ай, мне уже даже глазами Елены не посмотреть, кто они такие. Как они выглядели Елены раньше? Апостол Павел и Архангел Михаил. Что-то он не похож на Архангел Михаил. Давай-ка посмотрим, нет ли у них хвостиков сзади. Смеется, говорит, есть хвостики у них, есть. Хорошо, тогда вспыхни с ними с них их личину. Светом самых высоких вибраций раствори эту голограмму, которую они перед собой держат. неужели инсектоида нету? Две рептилии? Класс. Что, инсектоиды совсем покинули уже орбиту, что ли? Так, две рептилии работают с Еленой. Но заблокируй их тогда и что-то намерена с ними делать. готовы ли ты декларировать, что произошел обман, захват, вторжение в твою энергосферу, сферу твоих интересов, ущемление твоей свободы выбора, твоей свободы воли? Лгут ли тебе по поводу твоей кармы? Просканируй, определись для себя и реши, что делать с этими захватчиками и паразитами. Она говорит и со всем их гнездом. Хорошо. И со всем их гнездом. Что решаешь? Говорит уничтожить. Хорошо, значит ты превращаешь это в ничто. Вспышкой света. Один, два, три. Да. Все этого нет. само пространство да, сейчас отсутствует. Да, я вижу, что в недоумении проекции просто людей, которые содержались, в недоумении не знают, как будет, что-то исчезло. Да, вы можете сейчас, девочки, вы можете обе передать сейчас информацию в ядро их сознания. Да, и я тоже передаю информацию, задаю вопрос, кто ты. Да, получается, они вспыхивают. Я передаю информацию, что все разоплощенные души могут по собственной воле избирать место своего пребывания. Никто не вправе им диктовать, никто не вправе их задерживать. экспериментом темных пришел конец. Если они хотят воплотиться на земле, они могут это сделать по своей воле выстроив свой световой коридор, самостоятельно договорившись с душами воплощенными, кто согласится стать их родителями, потому что статус рожденного это серьезный статус. Да. И написать свой сценарий пребывания на планете Земля, самый светлый, самый радостный и счастливый из всех возможных. Да. Я спрашиваю сейчас у Елены, просто разлетаются они все и я, Елена не уходит, она за руку держит, она держит за левую руку Виктория и опять выглядит как младшая сестра. Такая визуализация так считывается. Я хочу спросить Елены, скажи, не ты ли та звездочка, которая в данное время не воплощена, но которую мы видели в окружении с Викторией там далеко в пространстве. Да или нет? Да. Ты сейчас не воплощена, но воплощалась на земле. Ну, конечно, говорит. Потому что мне тогда показалось, что не воплощалась на земле или ново воплощалась или пересмотреть сеанс. Хорошо. То есть получается, что вы вдвоем как кружились. Там так вдвоем и воплощались. Да, она говорит. Но та звездочка, которая сказала, что там осталась, это высшая проекция. Всегда хочу увидеть, что вот вот здесь, потом вот здесь. А ведь мы же многомерные. То есть более тонкая проекция пребывает там. А более тонкая проекция Виктории там пребывает? Нет. Все, я поняла, как она мне показала, как это. Когда похитили Викторию, когда похитили Викторию, она вот эта вот звездочка выделила часть своего сознания для воплощений на земле. Вот как, то есть она пребывает как бы сказать, ее самая тонкая, самая громадная, вот эта божественная проекция звездная, она свободна. В несвободе находятся только более плотные ее проекции, которые она отправила, она отправилась через них на воплощение за своей сестрой. То есть вы и там в пространстве тоже сестры? Да. То есть это звездные сестры. Насы также можно назвать родственными душами. Да, говорит, мы сотворены, они похожи, они просто вот эти два светящихся объекта были очень похожи. энергетика просто считывалась вот как идентичная, как близняшки. Вы близняшки? Да, говорит, мы близняшки. Понятно. То есть вас такими и сотворили, верно? Да. Такими и сотворили. Хорошо, я поняла. Хочешь что-нибудь сказать Виктории, которая сейчас нас слушает ее рациональной чести? Хочешь сказать? Да. А как? Она говорит, не спеши. Я тебя дождусь. Говорит, ты самая замечательная сестра из всех в мироздании. А вот она еще говорит, игра и говорит, жири легко. Получай удовольствие от этой жизни. Я жду тебя в нашем пространстве. Дорогу ты помнишь. все, она улетает от нас. Понятно. Провожаем ее. Благодарю, отстраняюсь. И мы переходим обратно в зону нашего сеанса, в поле сеанса. возвращаемся. Вот мы за орбиту Земли. Мы довольно высоко проводили. Это легко. Да, все, мы здесь на месте. я прошу сейчас Викторию проверить ее финансовый поток. Он говорит, он уже наполнен. Да, он уже в порядке, говорит, я с ним поработала. Хорошо. Тогда предлагаю тебе просветить, очистить и просветить свои энергии, наполнить все пространство твоего пребывания, все, чего касается твоя рука, все, чего касается твой взор, все, чего касается твоя мысль, все, что принадлежит тебе, даже если это рабочее место твое или место, куда ты захаживаешь в гости. Да, пошли энергию своей любви во все гостеприимные места, помимо тех мест, которыми ты владеешь. Да, сделала. Хорошо. Я заодно перепроверяю, все ли чисто. Да, все чисто. Так, теперь я предлагаю Виктории ответить мне вот на какой вопрос. Нужно ли тебе примириться со своим подсознанием? Да, говорит, обязательно. Хорошо, в таком случае я предлагаю Виктории искренне и от всего сердца, от всей души попросить у себя прощения. и так же искренне и от всего сердца простить себя, сказать себе, что она себя любит, позволяет себе быть неидеальной и принимает себя целиком и полностью такой, какая она есть. Да, все, я вижу, примирение состоялось. Хорошо. Дальше. Хочу спросить, хочет ли Виктория что-то сказать в своей рациональной части о сфере реализации, о сфере предназначения, либо о своей сути. Да я уж говорю, говорю сегодня. Да я уж говорю, говорю сегодня. Так, хорошо, но все-таки скажи твои слова и передам твоей рациональной части. Ой, ну так интересно, пока сканирую пространство на соответствие по вибрациям. И если тебе некомфортно, не делай туда шаг. Не делай туда шаг, прежде чем не наполнишь это пространство светом своей любви, светом творения. то есть вот она как-то так показывает интересно, образно, потому что словами это ну как передать, я уже не знаю, что прежде чем войти куда-то, наполни пространство своей любовью. вот прежде, прежде чем прийти на работу, посылаешь эту любовь в свой кабинет, весь офис, офис начальника, неважно с какими воспоминаниями связаны эти все люди, предметы, пространство, эти помещения, автор ты, автор твоей жизни ты, все это лишь декорация, да, и актеры, которые помогают тебе играть твою роль в твоем театре, ты помогаешь им играть роль в их театре, поэтому, если ты хочешь, чтобы на твоей сцене, так, секунду, это я говорю или ты говоришь? Это я говорю, хорошо, ладно, говори, ну вот, да, если ты хочешь, чтобы на твоей сцене было светло, тепло, красочно, интересно, то прежде чем выйти на эту сцену и предстать перед людьми, перед кем бы ты ни был, сдаешь пространство, наполняешь его своей любовью, своей гармонией, чтобы в этой энергии было комфортно пребывать всем, кого ты встретишь, когда им комфортно, они не способны излучать в твой адрес то, что не соответствует твоим вибрациям, то есть разомкнуть этот порочный круг неудач можно легко, если берешь инициативу на себя и светишь, пускаешь впереди себя свой свет, и все начинает изменяться и как прожектор он мне показывает, как на темной дороге вот прожектор распускаешь свет и прожектор освещает и ты уже принимаешь решение, нужно тебе это или не нужно, то есть ты делаешь шаг уже не в неизвестность, а в то, что увидела, освещала своей души, да, а на этот свет показывает, откликнется и навстречу пойдет тот, в ком есть подобный свет, пусть даже искорка, но живая, и эти люди, приходя в твою жизнь, помогут тебе найти пути, найти способы для реализации себя. Задам еще раз вопрос, конкретно ответишь или нет, в чем реализация себя? Это сфера финансов? Например, головой мотает, нет? Она говорит, что у тебя бездна таланта. она говорит, что нужно заглянуть в самое раннее, самое раннее детство, какое помнишь, что нравилось делать, что любила делать. Оттолкнись от этого детского воспоминания и детской радости, вот той самой переживи еще раз, когда у тебя что-то получилось. Показывает мне детский рисунок. Домик, солнышко, мама стоит. И себя нарисовала. Картинка вроде грустная, но картинка же получилась. Говорит, нет, не грустная, правильная картинка. Да, все так, как должно было случиться, все произошло именно так, как должно было произойти. потому потому что именно этот путь привел тебя сюда, верно? Да. И получается, что ты мне показала картинку, когда нарисовала ее, испытала радость, что все удалось, потому что раньше не получалась такая живая картинка, а теперь вот она есть. то есть через творчество по пустякам, через вспоминание, что нравится, придет обретение, то есть во избежание шаблона пути я, вот одни преуспели там-то, другие преуспели там-то, третий преуспели там-то. Открывай. Говорит, ты немножечко больше, чем тот мир, который себе рисуешь. Смеется? Я подтверждаю Викторию от себя уже, от Женеты, ты намного больше, чем тот мир, в который пытаешься себя втиснуть. Поэтому и пространство, и дороги, и какие-то направления, твоя тонкоплановая, вот твоя высшая проекция затрудняется тебе сказать. Решение, свобода воли, она всегда за тобой. И поэтому единственное, чего я хочу, это чтобы ты не поступала вопреки голосу своей совести, голосу своей интуиции. Чтобы ты не поступала вопреки себе, в ущемление своих интересов. Говорит, нащупай свои интересы и свои таланты. На их пересечениях ты обнаружишь сферу реализации. Да, хорошо, это мило, благодарю. Не знаю, что сказала, потом переслушаю, намотаю себе на вас. Хорошо. Так, я спрашиваю Викторию, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. да. Да, она благодарит и я ее благодарю за то, что доверила мне эту работу. Все, она покидает нас. Но образ, вот если проекцию посмотреть, античная богиня с крыльями, не воинственная, очень такая дарующая, гармоничная. Благодарю. Я сейчас проверяю рабочее пространство. Да, все, я вернулась. Ой. Я вся вернулась, в смысле, я вся вернулась. Я так рада. Это просто восхитительно. Я не знала, что так звезды умеют. Это вы мне глаза открыли, это новость от вас. Это эксклюзивная новость от вас. Я этого не знала. Впервые такое показывали. Да. Да. Здорово. Это удивительно. Ну, вам есть о чем поразмышлять, подумать. И вот как бы там, где были догадки, теперь есть ответы. Но за ответами возникают новые вопросы. И ответы на них вы уже можете находить сами. Да. это свобода. Сейчас пойду в сон разговаривать дальше. Да. Может быть, немножко поспите подольше в ближайшие дни. Может быть, на физике будут какие-то ощущения. когда тело смотрели, были ощущения? Да. Просто когда какой-то конкретный орган назывался, я переходила вниманием в этот орган. И ощущения, конечно, были. Понятно. То есть, куда внимание, там энергия. там условно да. да. То есть, вы действовали, вы очень правильно действовали, вы на орган воздействовали своей волей, своим вниманием, концентрированным вниманием воплощенного человека. И, кроме того, ваша проекция в это же время воздействовала. И вот это оно как бы двойное усилие, двойная энергия, удвоенная сила. Это должно быть очень хорошо всем. Жанна, ты мне знаете, какой возник еще вопрос. Вот, если было столько воплощений, да, так почему? Ну, не во всех же воплощениях получаются эти контракты, они как-то концентрируются все, но уже если у вас была печать первого воплощения, значит, вы все эти воплощения прошли под контрактами. Просто какие-то из них уже отработаны и утратили свою силу, поэтому заключаются следующие. Есть контракты на одно воплощение, есть контракты на четыре воплощения, есть контракты на десять воплощений, то есть просто те контракты были вами исполнены, а поскольку исполнены, они утратили свою силу и расторгнуты, их нет. но вы все эти воплощения свои перепрожили, вы их просветили, перемодулировали, поэтому какие-то последствия на физике, вы знаете, как это бывает, фантомные боли, вот был недавно сеанс, женщина задыхалась с детства, ее в детстве принесли в баню и у нее пошли эти приступы и врачи не могут определить аллергия или что это вообще происходит, а у нее вот реакция то на то, то на это непонятно что и мы поискали, мы поискали в детстве психологическую травму, магическое воздействие нашли и только к концу сеанса она повела меня и показала мне, что была во время Первой мировой войны погибла от распыления в газовой атаке и вот это когда сжигаются легкие, когда сжигается дыхательная система и глаза там что даже название называла иприт 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 я потом в интернет полезла я в интернет полезла горчичный газ ну понятно что да все слизистые они же моментально сразу все это все и вот это удушье от чего а вот от этого да вот такая фантомная реакция это это в кармическом теле вот настолько это впечатление нас же провели через ряд очень тяжелых смертей очень тяжелых гибелей и бывает такое что проблема с опорно-двигательным аппаратом из-за того что в прошлом воплощении была вот такая вот неудачная смерть кто-то там упал там с высокого этажа или там что-то или где-то мне однажды у меня однажды ни с того ни с сего заболела шея вот с правой стороны никогда не болела заболела что такое надо пойти думаю сейчас поэтому тонкий план буду спрашивать надо идти смотреть читать от чего болит пошла показывают конечно на эшафоте обезглавили а мне кажется нужно было это увидеть для того чтобы перепрожить иначе жизнь для того чтобы снять вот эту фантомную боль и так вот тело свое исцелять вот так тоже возможно но это было еще пару лет назад я занималась так вот сейчас сейчас мы стараемся все это уложить в один сеанс это практически ну очень сложно ну очень сложно конечно скажем правду это очень трудно да это правда я же я же с вами сколько уже часов развлекаюсь ну конечно и сколько уже час ночи семь часов скоро да так же на это последний вопрос у меня больше всего я заканчиваю кто в моей жизни был свирилис кто свирилис однажды однажды во сне услышала это имя ко мне так обращались вы в письме это писали нет не писала я просто все время сеанса вспомнила думаю если будет ответ то будет если нет значит еще не время значит еще дальше что-то будет дальше продолжение это я должна сейчас войти пройти в рабочее пространство потому что в мое сердечное пространство я не пускаю никого даже мужа никого там никому не место там место только моим высшим проекциям вот и поэтому это надо войти по новой призвать вашу проекцию задать вопрос я попробую сейчас считать с информационного поля но я понимаете как если это важная информация вдруг она важная ну хорошо ладно попробуем сейчас задам вопрос нет мне эта информация недоступна но как таковая для расшифровки я имею ввиду но она существенна для самой Виктории я спрашиваю да в общем-то нет как-то идет информация да нет вот как идет еще для человека существенно то чему он придает значение становится существенным то чему он придает значение мало того смотрите поскольку мы энергия причем божественная энергия творения мы весь мир который наблюдаем мы созидаем силой своей мысли в каждом моменте своего бытия как вам такая формулировка вообще когда мы закрываем глаза и не видим наша энергия не поддерживает окружающий нас мир знаете как интересно да и он существует в таком стабильном виде только по той причине что все мы но мы как бы между собой договорились что он таков какой он есть стоит нам всем договориться что мир выглядит иначе он будет выглядеть иначе представляете это сила единства света фантастика поэтому поэтому смотрите почему по какой причине у нас в телах в энерготелах все эти сущности заводятся да мы же их и плодим это по сути это определенный спектр энергии на котором существуют определенные паразитарные сущности почему они на этих энергиях существуют потому что мы продуцируем энергии этого спектра мы перестали излучать энергии низкочастотного спектра куда девались паразиты оглядываемся говорят были где-то нет нет не видно все очень просто они питаются тем что мы продуцируем да такие чудеса экспериментируйте в вашей жизни проверяйте мои слова на истинность не доверяйте никому даже мне и даже себе не доверяйте пока это говорит ваш ум как только это скажет ваша душа только тогда можно видеть а ум со своими вот этими выкладками схемами правилами догмами законами причинно-следственными связями всему что вы прочитали я сижу у меня вот с этой стороны вся стена библиотеки вот я не могу с ней расстаться понимаете я очень много лет очень много лет я меня меня муж за подол держал чтобы я не заходила в книжный магазин а теперь я смотрю на все эти книги и я с большим почтением уважением отношусь к тем душам которые находясь в воплощении вот изливали понимаете в каждой книге в каждой книге безусловно есть зерно истины и не одно их там может быть рассыпано очень много и многие писатели и поэты особенно поэты они были настолько настолько им доступен был тонкий план а культура вот эта земная она настолько вот нас что единственный выход они видели вот способ выразить то что они чувствуют это все через чувствование тонкий план через чувствование мне любой ответ да любое подтверждение это вот это насквозь пронзает меня все мои вот эти проекции я вот сейчас так да вот так вот говорю да да а это потому что энергетика идет мощная вот этот ответ да он энергетически проходит сквозь меня это неспроста это не просто я там с придыханием рассказываю я ничего нет нет просто тело вот оно вроде бы замерло а энергия она ну чуть более плотная интенсивная импульсом идет отвечая мне да чтобы чтобы все мои проекции затрепетали и чтобы я поняла что сомневаться не нужно вот и вы так договоритесь со своей высшей проекцией вы уже с ней помирились вы с ней друг друга слышите вот поэтому договоритесь чтобы тоже вам импульсом каким-то давали понять где вы на верном пути а где вы опять заблудились ну давайте на первых порах хотя бы так да надо договариваться тут тоже надо договариваться уж кто кто а ваша это высшая проекция и не солжет вам и не обманет понимаете и она вам никогда ни разу не враг просто есть вещи которые спрашивать у нее не рекомендуется ну так например забегая вперед про будущее она вам не скажет никогда это раз потому что вы сюда пришли для того чтобы формировать это будущее то есть все прогнозы на будущее дают только темные это факт поэтому не надо читать никакие прогнозы ни по знакам зодиака ни вообще по каким бы то ни было вот вот все будет вот так представьте себе живут творцы и творцов у нас на планете сейчас секундочку я уточню интересно как уже почти 5 миллиардов как-то быстро было 4 с половиной я спрашивала год или полтора назад то есть творцов на планете живет очень много и каждый из них творит свою реальность в каждом моменте своего бытия каждый из них обладает правом выбора и это не выборы на участке голосования где-то там раз в 4 года нет это выбор в каждом моменте встать или сесть сказать или промолчать бросить взор или не бросить взор понимаете в каждом моменте взаимодействовать не взаимодействовать как можно при стольких неизвестных исходах данного момента высчитать вариант будущего вариант будущего их неисчислимое множество но можно просчитать наиболее вероятные это возможно наиболее вероятные возможно так вот если ваша высшая проекция говорит но вероятнее всего всего будет вот так тоже как-то вот ну можно ну лучше вообще такие вопросы не задавать и еще одно когда вы задаете вопрос и ожидаете услышать какой-то ответ определенный вы получите ваш определенный этот ответ который вы ожидаете неправду именно поэтому трудно работать с собой и мне тоже всегда это было трудно когда вы задаете вопрос на тонкий план своим высшим проекциям уж кто бы это ни был такая 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 и все получу и в их числе могут оказаться те которые воплощались на земле их помнят богами называют богами это тоже не исключено поэтому они если у вас есть ожидания они способны считать с вашего ментального поля если они видят вашу неготовность услышать любой ответ они считают ваши ожидания и вам его воспроизведут у них есть на это право это называется правило запутывания именно потому оно работает что мы приходим в воплощение для того чтобы формировать будущее а не загадывать каким оно будет понимаете о чем речь они правы мы сами пришли сюда для того чтобы пройти эти уроки ну давайте завтрашний день нам нарисуют во всех подробностях нам будет интересно утром просыпаться мы же его уже прожили когда знаем конечно когда сформировали уже уже и все готово да да никакого сюрприза поэтому я вам желаю всего самого прекрасного успеха в скорейшем раскрытии своих способностей я не помню как ты там интересно показывали мне так как будто светящиеся ниточки это заинтересованности и дары да способности заинтересованности и таланты и на пересечениях как бы будут как порталы как порталы для того шага чтобы вы могли себя распахнуть сфера интересов и сфера талантов на их пересечении рождается сфера реализации это фантастика а вообще я этого откуда мне знать это ни в одной из моих книжек не написано так что вот если вам интересно добывать информацию от ваших высших проекций самых мудрых из всех имеющихся гуру у вас есть такой шанс да спасибо так что вот верьте в себя хорошо дарите любовь вы неистощимый источник любви и света вот я желаю вам жить без затмений спасибо и с каждым днем все лучше спасибо вам огромное будем отдыхать счастливо спасибо что вы есть да я думаю что мы еще увидимся договорились я буду всегда очень рада пишите о своих успехах вопросы возникают тоже спрашивайте я стараюсь быть всегда на связи спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok